В прошлом году Белоусов работал в составе рабочей группы, которая была создана при Совете Безопасности. И она готовила для Путина предложение по переводу экономики России на военные рельсы. Белоусов такой известный, знаете, дирижист, сторонник активного государственного вмешательства в экономику, сторонник вообще государственной экономики. И вот они в прошлом году готовили для Путина предложение. Я имею в виду группировку Ястребов. Белоусов – это экономический мозг вот этой группировки. А той группировки, которая, в отличие от большинства российской бюрократии, считает, что ныне предпринимаемых усилий для победы недостаточно. Раз уж начали воевать, то надо воевать во всю Ивановскую, надо мобилизовывать максимум ресурсов. Для этого надо национализировать основные отрасли экономики. Ну, знаете, вот такое – все для фронта, все для победы, так сказать. Этим они отличаются от основной части российской бюрократии, которая считает, что нынешнего градуса, так сказать, противостояния с Западом, нынешнего уровня напряженности в обществе достаточно, не надо даже перегревать ситуацию. Ну, то есть, это такие, по сути, экстремисты. Белоусов – их такой главный, повторюсь, стратег, наверное. Они готовили эти предложения для Путина осенью. Белоусов их Путину докладывал. Путин, как видим, никакого принципиального решения не принял. Перестроить экономику Путин не готов оказался. Ну, там речь идет не только о экономике, в принципе, перестроить всю жизнь общество, так сказать. Путин оказался не готов. Но у него в голове вот осело, что, значит, Белоусов знает, где взять деньги на войну. И вот, видимо, пришло время. Я думаю, последней соломинкой стало вот это решение американского конгресса разблокировать помощь Украине. Стало очевидным уже для Путина, что быстро победить не получится. Значит, война такая будет затяжная, тяжелая. Она потребует гораздо больше ресурсов, чем изначально планировалось на нее выделить. Значит, эти ресурсы надо изыскивать. Это получается не очень хорошо. Система работает далеко не самым эффективным образом. А Белоусов, ну, он знает экономику, он много лет ей занимается. И он, соответственно, знает, где, так сказать, что плохо лежит. То есть, где что можно прихватить, от других отраслей оторвать, чтобы там, так сказать, все не рухнуло, да. И перетащить все это вот в бюджет военного ведомства для того, чтобы хватило ресурсов на долгую затяжную войну. Я думаю, это вот такое решение. Оно свидетельствует о планах Путина постепенно все больше и больше мобилизовывать российскую экономику, российскую общественную жизнь, милитаризовывать их. Но при этом вот важно, что именно слово «постепенно». потому, что если бы Путин решился на быструю перестройку вот на эти военные рельсы, да, он тогда бы, Белоусов, сделал премьер-министром. Тогда нечего было бы на посту премьера держать рыночника Мишустина, который, так сказать, в противоположность Белоусову исповедует рыночные, похоже, то есть не является сторонником тотального государствления. Путин на это не пошел. Он всего лишь сделал, значит, Белоусова министром обороны. То есть, видимо, Путин видит то как. Белоусов будет к нему постоянно приходить и говорить, Владимир Владимирович, вот там у строителей, значит, я вижу еще есть вот возможности, так сказать, поднажать на них, да, а еще вот столько мы из них выдавим, значит, из этой отрасли, отдать эти деньги мне. Я, так сказать, на нее сделаю, условно говоря, тысячу танков. Да, и Путин будет принимать решение вот, так сказать, в каждодневном режиме, то есть он право принимать окончательное решение оставил за собой, а Белоусов должен будет просто готовить предложение для него. Видимо, Путин вот так теперь это видит. А для Шойгу назначение Совбез это повышение или понижение? Нет. Нет, это его списали в утиль. Совбез, надо понимать, на протяжении большей части российской истории, это была такая структура, знаете, синякура для пенсионеров. Совбез стал по-настоящему сильным только, ну, последние лет десять максимум. Вот. А до этого даже при Патруши, где-то Патрушев сел секретарем Совбеза в 2008. В 2008 по 2012 даже при нем Совбез был, в общем-то, структурой совершенно никчемной, через нее не шли никакие там серьезные документы, никаких серьезных решений там не принималось. Вот. Вот они какие-то там концепции и стратегии писали, ну, в общем, пустышка была. Я думаю, вот он сейчас вернется вот в это свое состояние. То есть, сам по себе Шойгу себя дискредитировал, армию, которую он построил, оказалась крайне неэффективной. Вот. Это во-первых. Во-вторых, аппаратно он очень сильно проиграл после ареста Кимура Иванова и возбуждения уголовного дела и ареста против первого вице-габинатора Подмосковья, с Тригунковой. Надо понимать, что Подмосковье – это такой лежбище клана Шойгу, там тоже работают его люди, это его бизнес-проект, так сказать. Вот. То есть, его обложили чекисты с двух сторон. И, конечно, весь аппарат, все элиты это отфиксировали. Все новые подчиненные Шойгу, они уже знают, что он им не гарантирует неприкосновенности, что он уже не тот. Поэтому они его будут слушать в полуха, а другие, так сказать, полуха будут пытаться, так сказать, найти себе новые, более такие надежные крыши. То есть, с кем-то там законнектиться, законтачиться. Вот. Учитывать чьи-то чужие интересы, не только интересы Шойгу. Ну, то есть, раньше, вот до ареста Тимура Иванова было все просто, да. Служи Шойгу, выполняй его приказы как можно лучше, да, и все у тебя будет хорошо. Теперь понятно, что нет, не будет у тебя хорошо. Шойгу себя прикроет, а тебя не сможет. Протекла, так сказать, крыша. Ну, в этой ситуации все, что тебе остается, это искать спасение самому. Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих, как известно. Вот. Глядя на этот контекст, я не прогнозирую там, что Шойгу удастся сохрануться без таким же сильным, каким он был до этого. Как-то так. А Николай Патрушев, что готовят для него? Новые должности сдадут? Я вообще, знаете, не исключаю, что Патрушев, он, так сказать, исчерпал себя, и он, может быть, Путин решил, что назначив сына Патрушева вице-премьером, он только что его повысил, тут долгие годы работал министром сельского хозяйства, а тут его сделали, значит, вице-премьером, причем сохранив за ним контроль над всей отраслью всех сельского хозяйства. Он, уходя на повышение, назначил там своего человека. Вот. То есть Патрушев старший очень сильно этого хотел, просил Путина. Путин наконец-то это дело пошел ему навстречу. Я думаю, что в этой ситуации он вполне может решить, что, кстати, обязательства перед старым другом он все выдержал, новых обязательств у него в этой связи нет. И просто может списать его, знаете, за борт. Ну, то есть назначить там советником к себе, например, да. Ну, то есть вот такая абсолютно простая должность. Или там назначить чедор правит его, с федерацией куда-нибудь, например. Аббас, по широкому убеждению Патрушев обладает очень большим влиянием, его называют некоторые даже вторым человеком после Путина. Как вы думаете, в администрацию президента он может попасть и углавить администрацию? Я бы не исключал этого. Я еще раз, значит, подчеркну, что предсказывать такие вещи в российской политике очень сложно, потому что институциональных факторов, которые, так сказать, видны, которые, ну, политологи должны анализировать, их нет. Институты все уничтожены. Все зависит от динамики, так сказать, личных отношений, о том, как, ну, нравится Путину Патрушев, не нравится, поссорились, они не поссорились, так сказать, а в обиде он на него не в обиде. Понимаете? Ну, то есть вот это не для политолога работает, для психиатра, скорее. Это вот анализ тараканов, так сказать, в голове у старейшего диктатора. Вот. Их отношения очень долгие, понимаете, и они очень такие личные. Они прошли через, так сказать, огонь, воду и медные трубы. Был период опалы с 2008 по 2012 год, когда Патрушев вообще был буквально никем, Совет Безопасности тогда был абсолютной пустышкой, через него не шли никакие документы, но он был буквально списан в утиль, все уже забыли, что есть такой Патрушев. А потом Путин его простил, так сказать, и взлёг из небытия, да, и тот превратился в мега влиятельную структуру. В общем, Патрушев, он, конечно, идеолог такого вот, он сторонник такого, знаете, усиления давления, конфронтации на всех участках, ну, то есть, значит, вот буквально там обострение по всем фронтам, так сказать, да. И если Путин понимает, что Патрушев, вот Патрушевский подход завёл его в тупик, так сказать, да, ну, тогда он его просто спишет в утиль, там, на пенсию отправит. Вот. А если не понимает, если считает, что это рабочая формула, так сказать, да, потому что она, в конце концов, ну, позволяла до сих пор решать тактические, так сказать, задачи-то. Власть же Путин до сих пор не потерял, уже 25 лет, как правит. Поэтому он может и Патрушева, и там, главой МВД поставить, например, да, для полиции сейчас главная работа – это политический сыск, борьба с оппозицией. Патрушев, как раз подходящая кандидатура для этого, гораздо лучшее, чем Колокольцев. Поэтому сейчас Колокольцев переназначили, но через полгода, как он говорит, Патрушев его может сменить. Может и на администрацию президента он его поставить. Это будет означать окончательную, так сказать, милитаризацию российской политики, российской административной системы. То есть это вот уже такой большой шаг в направлении, знаете, ну вот создания такого буквально фашистского государства, в буквальном смысле слова, не в метафорическом, как сейчас, а в буквальном. Значит, надо еще иметь в виду все-таки, что в ситуации, если Патрушев займет какой-то очень значимый хвост, типа администрации президента или МВД, его сын, который, повторюсь, сейчас получил должность лице-премьера, он однозначно будет восприниматься всеми как будущий преемник. И постепенно вот к ним начнут, к Патрушевым, к старшему, к младшему выстраиваться очереди. То есть для Путина это будет означать постепенную трансформацию в такую, знаете, уходящую натуру, в хромую утку. То есть все уже будут думать, что ну все, теперь, так сказать, видимо вопрос решен, Путин решение принял, при таком-то папе сын в гору идет, значит, ну вот оно. И все будут пытаться им понравиться, да, и будут слушать, что говорят Патрушевы. Не столько то, что говорят Путины, сколько то, что говорят Патрушевы. И это, конечно, такое, для самого Путина не очень приятная история. Поэтому первое мое предположение, повторюсь, было, что все-таки Путин не захочет, чтобы его со всех сторон, так сказать, Патрушева обложили уже, да, так как мягкой ватой, так сказать. И поэтому я предположил, что он может, повысив младшего, сказать старшему, ну все, спасибо, так сказать, давай, будем время от времени общаться, будешь моим советником, так сказать, и буду с тобой советоваться. Ну и действительно будет время от времени общаться и какие-то там мысли Патрушева выслушивать будет. Вот. Но с оперативной работы, так сказать, его уберет. Все-таки я пока склоняюсь к этой точке зрения. А кто тогда после Патрушева, если Патрушева не будет, станет главным после Путина, скажем так? Но Путин не хочет, чтобы кто-то один был, понимаете? С учетом фактора возраста, любой, кто бы это ни был, он может начать восприниматься как преемник. И, повторюсь, и это будет значить, что к нему будут все больше и больше прислушиваться, и он, по сути, будет становиться все большим и большим хозяином положения. И поэтому Путин вот хочет как раз, чтобы второго такого прям совсем сильного не было. Поэтому я и предполагаю, чтобы повторюсь, что с учетом повышения младшего Патрушева, старшего он захочет чуть-чуть подснизить или вообще убрать. Вот. То есть это должно быть нескольких человек. Это должно быть вот политбюро. У него есть вот это неформальное, так сказать, политбюро. Вот он очень сильно, так сказать, старается блюсти между ними интересы. То есть вот одного там Патрушева повысил, другого надо понизить. Значит, условно говоря, Ковальчука повысил. Вот сейчас младший Ковальчук, сын Юрия Ковальчука, главного, так сказать, путинского, главного по политике. Вот. Его сын сейчас займет пост председателя счетной палаты. Его кандидатура уже внесена. Вот. И это очень серьезное такое повышение. И, значит, надо как-то Ковальчуков уравновешивать кем-то другим. Ну, в данном случае, может быть, младшим Патрушевым. Вот. Например, сделал Дениса Мантурова первым вице-премьером. Это ближайший человек к Чемизову, главе Ростеха, главному производителю российских вооружений. Вот. То есть клан Чемизова-Мантурова укрепился. Значит, Мантуров, повторюсь, из простого вице-премьера стал первым вице-премьером, причем единственным первым вице-премьером в правительстве. Вот. Поэтому вот взял Путин и отобрал у, значит, Чемизова вот эту федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству, которая занимается экспортным и импортным вооружением, ну, контролем в этой сфере. Занимается этим сам Чемизов. Ну, теперь эту службу передали. Вот вчера Песков объявил, значит, этому Шойгу в Министерство обороны. Ой, извините, в этот самый, в Совбез. То есть, раньше эта служба подчинялась Министерству обороны формально, но в реальности ее возглавлял, ну, до сих пор возглавляют еще, человек Чемизова. Какая фамилия? Вылетела фамилия, сейчас не вспомню, но неважно. Он такой человек с Чемизовым, там уже лет 20 как работает. Вот. И сейчас, я так понимаю, Шойгу, может быть, уберет этого человека, на его место спасает кого-нибудь своего. Ну, то есть, чтобы Чемизов слишком высоко, так сказать, не взлетал. Но, вообще, надо понимать, что появление Белоусова в Министерстве обороны очень сильно ограничит возможности Мантурова с Чемизовым сейчас. Вот это опять к вопросу о балансе, который Путин пытается влюсти. Если где-то повысил, там тут же понизить. Значит, Белоусов, его, так сказать, водить за нос, как Шойгу, будет гораздо сложнее. Он, так сказать, ситуацию в экономике понимает на порядок лучше, чем Шойгу. Да, и поэтому он будет от них требовать гораздо более жестко, так сказать, да, и лапшу себе на уши вешать себе и Путину не позволит. Вот. И поэтому, вот повторюсь, Путин, вот принципиально это вот особенность его стиля, так сказать, да, он пытается сделать так, чтобы никто слишком уверенно себя не чувствовал, чтобы против каждого были какие-то ограничители внешние. Ну и кроме, скажем так, родственников своих друзей, он еще назначает своих непосредственно родственников. Появилась новость о том, что муж тайной племянницы Путина станет министром энергетики, говорится о себе Цивилеве. Что это назначение может обозначать? Да, это тоже, кстати, интересная штука, это опять к вопросу вот о балансе. Значит, один из самых близких к Патрушу, ну, во-первых, к самому Путину людей, это Сечин, глава компании «Роснефть». «Роснефть». И он такой, он, наверное, самый лидер этого истербинного крыла, да, так сказать, который там, давай там, не думая ни о чем. У него кличка «Носорог» вообще вот, неформальная, так сказать. Да, то есть он прет вот вперед, там, не думая о последствиях. И, значит, до этого Минэнерго, министерство энергетики, о котором вы меня спросили, командовал его человек, его ставленник, значит, Шульгенов. А сейчас вот Шульгенова убрали, и на его место пришел вот этот Цивилев, про которого вы меня спросили. Это не человек Сечина, это человек, скорее, Тимченко, еще одного члена путинского политбюро. Они там вместе партнеры по угольному бизнесу. И, значит, Цивилев, соответственно, он уже не будет, так сказать, выполнять, бегать там все поручения Сечина, так сказать. И в этом смысле Сечин потерял Министерство энергетики. Но при этом, поскольку он, так сказать, ближайший сподвижник Патрушева, поскольку Патрушев-младший вырос, заняв пост вице-премьера и получил под свою опеку в том числе и вопросы недропользования, а для нехтяников это очень важная история, вот. Сечин, ну, потеряв Минэнергию, приобрел союзника вот здесь, в области недропользования, понимаете. То есть вот опять баланс соблюден. С одной стороны убрали, с другой добавили. Вот Путин очень сильно всем этим озабочен соблюдением баланса интересов всех группировок. То есть вообще надо понимать, когда мы анализируем его кадровые решения, то вот вы меня спрашиваете, ну, это естественно, вы там вообще все украинские телеведущие меня в эти дни спрашивают, в чем смысл, так сказать, имея в виду там смысл вот такой утилитарный, там, да, кто-то лучше там будет армией командовать, кто-то там больше денег на войну найдет, там, да. А смысл не только в этом, не в функциональности, не только. Он просто баланс интересных группировок выстраивает, чтобы ни один не стал слишком сильным, да, но и при этом, чтобы не чувствовал себя обиженным и не превратился, так сказать, в ревизиониста. То есть они все должны по-прежнему быть, так сказать, в чем-то недовольны и хотеть, так сказать, подсидеть ближнего, но при этом в отношении Путина должны испытывать исключительно, так сказать, позитивные эмоции. Должны чувствовать, что их судьба в его руках, но он их, так сказать, не бросит, да, вот. Поэтому надо на него молиться, вот. То есть для него, на самом деле, вот эти факторы даже первичны по отношению к тому, что пусть Белоусов найдет денег, так сказать, на войну. Вот как-то так. А как вы думаете, Путин опасается своего ближнего окружения? Он боится за свою жизнь? То есть могут ли вот назначения родственников, близких друзей, своих родственников как раз говорить об этом? Ну, в принципе, он становится все большим диктатором, впадает в такую азиатчину, да. Для азиатчины там тащить родственников – это естественно. К тому же он становится все более старым, все более сентиментальным, тут, так сказать, кровь людская не водится, там, да. Поэтому родственники – это естественный путь эволюции. Хотя, в целом, ну, конечно, тупиковый. Это не патизм, клановость. Ну, это азиатчина, да, в случае мы ее видим. В общем, я бы сказал, что Путин вообще может, знаете, в какой-то момент, ну, прям вот ставку на своих дочерей сделать. Мне кажется, вот мы где-то около этого ходим. Я этого не исключаю. Хотя формально они пока, ну, так сказать, не в первом эшелоне, что называется, да. Но оно поблизости. И вот глядя в целом на вот это общее направление движения, о котором вы меня спросили, я этого не могу исключить. Но при этом, повторюсь, есть и другие факторы. То есть, назначает Цивилева, он все-таки там не только имел в виду, что он там муж его племянницы, да, и поэтому можно там ему доверять больше. Он, так сказать, не убьет, в заговор не войдет. Я не думаю, что Путин боится заговоров вот со стороны своего ближайшего окружения, так сказать. Вот внешний периметр, вон там это точно боится. А вот члены его внутреннего круга, я не думаю, что он боится их заговора. Я сам не очень верю вот в то, что кто-то из них на такое способен. А скорее, знаете, в чем опасность? Не в том, что они попытаются Путин, так сказать, убить или там свергнуть. Они, конфликтуя между собой, борясь друг с другом за хлебные места или за место, так сказать, под солнцем, в какой-то момент по мере ослабления системы, потому что система в целом все равно слабеет. Значит, они в какой-то момент просто ее могут опрокинуть. Вот как это было с Пригожиным? Пригожин ведь не собирался свергать Путина. Его марш не был антипутинским. Просто все это произошло из-за того, что он конфликтовал с Министерством обороны, а система была настолько неэффективна, что не смогла урегулировать этот конфликт. И конфликт уровнем ниже, не направленный против Путина. В конце концов, почти что самого Путина, так сказать, сверху. То есть довел до того, что власть практически рухнула. В течение суток вынужден был Путин передать власть фактически в стране Лукашенко. Лукашенко командовал ФСБ, армией, вел переговоры. То есть у самого Путина не нашлось переговорщиков. При том, что, повторюсь, это ведь не какое-то вражеское действие. Это не то, что американцы или украинцы придумали какой-то заговор, диверсию, шпионов внедрили своих. Пригожин был плоть от плоть от системы путинской. И он своими действиями в борьбе за место под солнцем поставил систему на грани краха. То есть вот что-то такое, вот это реально угрожает Путину, понимаете? Когда они, не собираясь его свергать, просто в борьбе друг с другом доведут систему до того, что она реально окажется на грани краха. И чем дальше это будет двигаться, тем больше шансов, что это случится. Потому что Путин стареет, и тема преемников все равно неизбежно будет вставать в повестку. Она уже встает. И каждый из этих людей, при том, что они все абсолютно лояльны Путину, по отношению друг к другу у них же нет никаких обязательств. И скорее даже наоборот, большинство из них друг на друга смотрят очень косо. Многие прямо друг друга очень ненавидят. Например, Патрушев и Шойгу. Тот факт, что до Шойгу наконец добрались и ее и Тимура Иванова арестовали, это в первую очередь работа Патрушева. И в общем они, по мере приближения к дедлайну, когда Путин приставится и дело будет идти к тому, кто станет преемник, вот в этот момент они вцепятся друг другу в горло, так сказать, но Путин еще будет лежать на смертном адре, а им уже наплевав на него, так сказать, будет не до него, они будут выяснять отношения между собой. И в такой момент система обычно и рушится. То есть хорошо известно, что для персоналистских авторитарных режимов самым опасным моментом как раз является момент передачи власти. Потому что никаких институциональных факторов нет, нет никакой, так сказать, традиции политической, в рамках которой власть передается. Это такой вот, это как, знаете, то, что называется all-out war, война с применением всех средств уже такая внутренняя. Вот это реально угроза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова